Ах, черт, мы снова идем. Мы объявили неделю принцев-крыс, с вами Сэнт, продолжаем играть с вами в Choice of Life Medieval Ages. Вторая часть, третья серия, мы пошли в глубокую чащу леса вместе с охотником Михелем. И мы, собственно, встречаемся с ним, добираемся до королевского леса. Он предлагает пойти по знакомой ему тропе. Идти как шли на королевскую охоту. Михель не слушает вас и уже учуял более интересный след. Приходится двигаться за ним. Вы замечаете зайца, который попался в селки. Освободить. Заяц достает карманные часы, смотрит на время, а затем кивает вам и убегает. Волшебный заяц. Так, Михель предлагает сделать небольшой привал и поохотиться на живность. Поохотиться вместе, поваляться под деревом, собирать ягоды. Потратив около часа, вы возвращаетесь с полными карманами ягод. Вот только можно ли их есть, неизвестно. Может, Михель знает, он же там шарит, что как в лесу. Пока охотник отвлечен, вы замечаете фиолетовый хвост, торчащий из кустов. Ну, это, наверное, серпантина. Проверить. Вы убираете ветки руками и видите серпантину. Этот охотник какой-то странный. Ваша светлость может быть мне превратить его в собачку? Зачем? Ну как же, так он быстрее учует нужный след. Давай. А у меня и выбора нет, давай. Хе-хе, я же шучу. Были бы у меня силы, то давно бы уже сделала его вашим верным песиком. А я думал, что она на меня обиделась в прошлом эпизоде, что я не смог найти ключ для того, чтобы... Ой, снять с нее проклятие. Мы нашли только черную каменнику какую-то в башне мага. Вы двигаетесь в правильном направлении, но стоит поторопиться. Согласиться. Как только вы отводите взгляд от серпантина, она пропадает. Вы возвращаетесь к Михелю. Из кустов слышны подозрительные звуки. Не проверять. Вы вспоминаете, что сейчас у королевских оленей брачный сезон. Если потревожить самца, он становится крайне агрессивным. Да-да-да, мы знаем уже. Видели, плавали. Через час ходьбы по лесу вы натыкаетесь на остатки лагеря, в котором вы останавливались на охоте. Здесь еще остались колышки от палаток. Куски ткани и потухший костер. Свита уходила в спешке. Михель сразу же принимается обнюхивать следы, и при этом смачно причмокивая, оставляя вас наедине с самим собой. Осмотреть весь лагерь. Вероятно, кто-то здесь уже побывал и вынес большинство добра. Осмотреть палатки. Вы наблюдаете только следы большой спешки, ничего полезного. Следы. Много разных следов ведут к лагерю, при этом трудно различить, где чьи. А вот Михель что-то нашел. Эй, поди сюда. Подойти. Понюхай, эти следы пахнут кедром. Слушай, великолепная информация, ну и что? Что-что? А ты здесь видишь кедр? Остальные следы пахнут замковой пылью. То следы стражников. Давай ближе к делу. Ну что же ты, ученик мой, эти следы отличаются от других. Их могли оставить убийцы, которых ты ищешь. Тогда идем. Вас одолевает дикий голод. К вашему счастью, вы наткнулись на полянку с разнообразными грибами. Съесть зеленый гриб. Съесть серый гриб. Съесть красный гриб. Ой. Я в грибах вообще не шарю. Я знаю, что чем он цветастей и более такой пестрый, тем он опаснее. Зеленый выглядит супер подозрительно. Серый выглядит какая-то поганка. А это выглядит как мухомор без точек. Давайте красный съедим. Ваш желудок не был готов к порции ядовитого гриба. Последующие несколько часов вас мучает дикая диарея. Ах, замечательно. Битчи Гусамару. Вы нашли опушку, на которой недавно располагался лагерь. Скорее всего, именно здесь останавливались убийцы. Смотреть лагерь. По следу от костра и по примятой траве вы можете представить обстановку лагеря. В центре опушки находится земляная насыпь. Михель говорит, что пахнет могилой. Посмотреть насыпь. Небрежно наваленная куча земли выдает спешку исполнителей. К тому же, здесь уже побывали дикие животные. Насыпь немного разрыта когтями. Раскопать. Предмет получен гульфик бандита. Вы откопали бледный труп. Синий капюшон дал понять, что это один из тех, кто пытался вас убить. Кольца вы не нашли, зато нашли гульфик, который припрятали себе. Зачем мне гульфик? Вы нашли опушку, на которой недавно располагался лагерь. Скорее всего, именно здесь останавливались убийцы. Смотрите кругу. Почти все следы ног тщательно замели. Однако пару отпечатков земли вы все-таки обнаружили. Следы не похожи на человеческие. Скорее всего, их оставили животные. Они что, тоже оборотни могут превращаться, как серпантина? Ну, серпантину, скорее всего, насильно превратили в кошку. Она не может превращаться в человека. Сама по своей воле осматривать дальше. Обходя лагерь, вы видите еще следы в перемешку с лапами животных. Вам крайне трудно понять, куда ведут следы и кем они оставлены. Тщательно исследовать... Все-таки позвать Михеля давайте. Измазав нос в грязи, Михель напал на след. Вы идете по найденным следам, пока не замечаете груду мусора и пещеру неподалеку. Вы пытаетесь понять, что это, но тут Михель окликает вас. Что такое? Запах неподтертой задницы и отвратительной стрепни. Это те тролли, которых я выслеживаю. Тролли? Они опасны? Эти нет, но раньше у меня с ними разговор не задался. Вредители они, прогнать бы их. Пошли осмотрим, только будь тих. Следовать. Из-за дождя вас сложно заметить. Вы прячетесь за кустами и осматриваете логово троллей. У входа в грот расположился тролли, подозрительный человек в синем. По капюшону вы догадались, что это один из убийц, и кажется, тролль заставляет его делать седла. Спросить совет у Михеля. Их там двое. Второй спит в гроте, судя по храпу. Бедняга тот никуда не денется, а сами мы с троллями не управимся. И кто нам поможет? Надо вернуться в деревню, сходить к Марк-графу Кристиану и спросить за помощь. Так и поступим. Вы последний раз смотрите на убийцу и с тяжестью в сердце возвращаетесь в деревню. Открытый пути дом Кристиана, дом Михеля. Давайте в дом Михеля вначале заглянем. Перед вами покосившаяся одноэтажная лачуга Михеля. Рядом за забором вялится мясо и несколько стопок сложены в шкуры. Смотреть мясо. Свежее мясо. Обильно покрытое солью. Висит на крюке прямо под солнцем. Оно уже подкоптилось и вкусно пахнет. Если оно свежее, если оно еще не вяленое, то есть, ну короче, если в нем еще есть свежесть, это может быть очень плохо. Потому что оно неприготовленное и нам будет плохенько зайти в дом. Вы вошли в дом Михеля. Внутреннее убранство оставляет желать лучшего. Михель предлагает вам напитки. Ячменная настойка, шалфейная вода. Воду возьмем. Действительно вкусная вода с нотками шалфея. Знатно освежает. Ну что, ученик мой? Что тебе... Что мне тебе рассказать? Про дом спросим. Ваш разговор прерывает сильный и продолжительный стук в дверь. Озлобленный. Михель, выходи, осел недоделанный. Кто это? Это Баарт, местный хлебопашец. Мужики в нем души вещают. Кажется, он зол. Эт да, все же прознал, что я за его дочуркой ухлестываю. Извиняюсь, что втягиваю тебя. Давай, переждем. Скоро уйдет. Ждать. Гнида, я знаю, что ты там. Если не выйдешь, подожгу твои шкуры. Смотреть на Михеля. Вы смотрите друг на друга и пытаетесь сделать вид, что ничего не происходит, пока вдруг не повеяло запахом горячих шкур. О нет, только не мои шкуры. Выхожу я, только не трогай их. Выйти с Михелем. Широкоплечий Барт стоит с двумя хилыми крестьянами и угрожает Михелю. Попытаться договориться. С чего он тебя слушает? Я пришел ему морду бить и точка. Выгода от брака. Михель охотник, а значит семья всегда будет обеспечена едой. Я по-твоему не могу обеспечить свою семью? Тебе жить-то доело. Любовь, Михеля. Они любят друг друга и ваша дочь будет счастлива с ним? Да мне плевать на это все. Не собираюсь больше тебя слушать. Ну тогда дуэль. Оставь покоя Михеля, если победишь, ха, лучше тебе наваляю, а потом и хмыря в навоз опущу. Занять позиции. Вы встаете друг напротив друга, а Михель со свитой Барта образует круг. Широкоплечий от туши начинает атаку, идя напролом. Уклониться. Вы просто отходите в сторону, пропуская Барта дальше. Разозленный Барт разворачивается и заносит над вами кулак. Снова уклониться. Не успев восстановить равновесие, вы спотыкаетесь о свою ногу и падаете на спину. Барт забирается на вас и заносит кулак для удара. Ударить головой по носу. Прежде чем Барт совершает удар, вы бьете лбом в лицо, после удара из его носа начинает течь кровь. О нет, мой нос! Это кровь? Черт с вами, в этот раз я отступлю, но Михель, если еще раз тебя увижу с Дарьей, легко не отделаешься. Так тебе и надо. Рыцарь справедливости. Ага! Я теперь не принц, крыса, сучка. Я рыцарь справедливости. Получен новый титул. Барт и Свита уходят в освоясь. За подданных и двор с арбалета в упор. Просто тупо название серии. Михель благодарит вас, что спасли его от избиения. Набив желудок до отвала, вы попрощались и двинулись в путь. А мы желудок до отвала набили. Почему мне сердца не восстановились? Дом Кристиана. Вы дошли до центра деревни. Впереди виден двухэтажный дом, в котором, по словам местных, живет Марграф Кристиан. Давайте по деревне пройдусь. Несколько крестьян неугомонно танцуют на улице. Наблюдать. Крестьяне непрерывно танцуют несколько часов и вскоре начинают валиться от бессилия один за другим. Это какая-то деревня танцоров. У меня в прошлом эпизоде тоже танцевать заставлял какой-то дед. Дед, не какой-то дед, а тот дед с поленом из леса. Скорее всего это он был. Вокруг вас бегает пес, радостно виляя хвостом. Я сейчас нажму поиграть, он меня укусит за палец и я истюку крови. Вот смотрите, поиграй. Вы хорошо провели время с псом и его блохами. Наконец вы дошли до большого деревянного дома с резным фасадом и ставнями на окнах. Рядом со входом на лавочке сидит грозный темнокожий мужчина. Войти в дом. Поднявшись с лавки, мужик преграждает вам путь. Теперь им кажется еще больше, а безрукавка подчеркивает блестящие бицепсы. Гундо. Я Гундо. Я тебя здесь первый раз вижу. Что ты хочешь? У меня просьба к Марк Графу. Бандитов нынче развелось. Тебе лучше валить, пока я не принял тебя за одного из них. Спорить? Вы припираетесь с мужиком и пытаетесь убедить его, что вас можно пустить к Графу. Однако Гудно не преклонен. Гундо. Из дома выходит коренастый мужчина в изящной рубахе и кожаном жилете с золотыми полосами. Марк Граф Кристиан. Что произошло, Гундо? Почему я из своего кабинета слышу какой-то шум? А кто это такой? Я от Михеля. Что ему еще нужно? Эх, как я не хочу возиться с этим. И все же кто ты такой? Ты не здешний. Неужели Михель ученика себе взял? Я принц. Так ты шутить, что ли, тут решил? Или Михелю что-то нужно? Ладно, заходи, расскажешь все. Вас завели в кабинет на втором этаже и оставили одного. Стены помещения украшены головами зверей и штандартами королевских гвардий. А в углу красуется стойка с доспехами Кристиана. Смотреть штандарты. Внушительная коллекция штандартов, личных знаков, отличий и прочих трофеев. Их хозяин явно много путешествовал. Наконец появляется Кристиан и властно усаживается за резной стол. Глубоко вздохнув, он обращается к вам. Слушать? Не трать мое время. Зачем ты пришел? Про троллей. Отлично, спасибо за сведения. Теперь можешь идти и передай Михелю, чтобы больше не тревожил меня. У вас что-то произошло? Случилось горе. Да что уж там настоящая трагедия. Мой сын был убит бандитами около деревни. Мне сейчас совсем не до решения проблем с троллями или убийцами. Я надеюсь, это не тот, который с арбалетом ехал в прошлом эпизоде на повозке. И мы помогли бандитам, получили вот этот великолепный титул убийцы невинных. Можно предотвратить жертвы. Эх, и правда, что я здесь делаю? Просто распускаю сопли вместо попыток хоть что-то сделать. Ладно, есть идея. Поступим следующим образом. В таверне, что недалеко от деревни, остановился отряд паладинов. Внимательно слушать. Ты дойдешь до таверны, найдешь этих паладинов и уговоришь их помочь нам за разумную цену. Все понятно. Но это не полное тезе, товарищ Кристиан. Разумная цена для каждого может быть разная. Для меня разумная цена может быть 100 золотых, а для вас 5. Поэтому мне бы немножко больше конкретики. Кристиан. Блядь. Скажите точно, что вы хотите. Окей, я сделаю. Отлично, отправляйся завтра. Поспрашивай людей о паладинах, а когда их найдешь, договорись о цене. Таверна и клад. Клад? Клад. Пошли искать клад. Прогуливаясь мимо дома Кристиана, вы замечаете пожилого крестьянина, который усердно копает яму в земле. Подойти? Сынок, поди сюда, подсоби старику. А, сука, это этот старик, который бревном меня ударил. Чем помочь? Лопаты поработать надо. Глубоко зарыто, зараза. Старик рассказывает, как еще в детстве спрятал где-то тут клад. Слушать. Как он помнит, закопан клад был между домом Кристиана и Курятником, но, как назло, Курятник давно снесли. Старик протягивает вам лопату и расплывается в беззубой улыбке. Давай попробуем приступить. Слева видна крестьянская хата. Спереди поле, а справа отхожее место. Около хаты давай. А, я не прочел, что там было. Там, наверное, писалось, выбери, где будешь копать. Ваша лопата натыкается на что-то твердое и застревает. Кажется, вы угадали. Выкопать. Вы достаете большую кость, и тут же пробегающая рядом собака жадно выхватила находку. Принц! Фу! Фу! Брось эту кость, глупый пес! Мало ли чья эта кость! Копать дальше. Как вы можете помешать псу с такой звучной кличкой, на самом деле. В одном из этих направлений должно быть место, где закопан клад. Если выбрать правильно, можно сэкономить время и силы. Давайте отхожее место. Это, наверное, самое нелогичное. Его никто не будет выбирать. Лезвие лопаты входит в землю и проваливается внутрь. Похоже, там полость. Выкопать. Вы находите утерянные страницы из повести «Запретная любовь рыцаря Генриха и Леонарда». Лучше оставить это в земле. Ха-ха-ха-ха-ха. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, игра. Нехорошо такая. Ну, да. Поле осталось. Лопата звонко ударяется о какой-то предмет. Если уж это не клад, то явно что-то интересное. Выкопать. Я ай-яй-яй-яй сказал, типа, чтобы не подумали. Вы объясню. Игра, вот зачем ты так О искренней любви Принца и графа Или кто там они были Пусть любят друг друга Все нормально Ничего страшного в этом нет Вы достаете из земли тяжелый кубок И отряхиваете его от земли Золотой кубок украшен самоцветами И на нем выгравирована Не святой Грааль Выгравирована Забрать себе можно Обрадовать старикадовы Срочно закопай обратно и перекрестись Кошмар, что только не найдешь в земле Закопать Вы возвращаете кубок в землю И на всякий случай запоминаете это место В одном из этих направлений Должно быть место Где закупан клад Копать наугад осталось Вы снова на что-то натыкаетесь Но уже не питаете особых надежд Выкопать Пусть хоть сейчас что-то полезное попадется В большой яме плотно составлено несколько деревянных бочек Позвать старика Наконец-то не зря мы тут столько потели Что это? Хе-хе, по молодости стащил у отца эти соленья И закопал здесь до лучших времен Кстати, меня тогда так и не поймали Вскроем? Совсем опух? Они тут 50 лет тухнут Зачем тогда они нам нужны? Реально Ха-ха, прости старика Мне скучно стало Вот и решил найти Знаешь, на старости лет от скуки помереть можно А теперь хоть кости размял Ну, ну, не злись На монетку в благодарность Закажешь похлебку в трактире Ну, хоть так В таверне вы обнаружили, что выданных монет Не хватает даже на кружку воды По кайфу вообще Супер клад Но мы запомнили, что там не святой Грааль Таверна Перед вами просторный двор С двухэтажной таверной посередине И несколькими строениями по бокам Праздный народ уже развлекается вовсю А чем займетесь вы? Ко входу пойдем Из таверны прямо на порог вываливается пьяное тело Помочь встать Вместо благодарности мужик извергнул на вас содержимое Своего желудка Ну, как бы Слава богу, не убил А то одно сердечко у нас Чувствуется стойкий запах пота и алкоголя Нарвод собрался в несколько кучек рядом с тусклыми свечами Стойку угрюмо протирает хозяин таверны Смотреться Вас подзывают к столу, на котором разложены карты И предлагают сыграть Играть честно Ваш оппонент играет крайне скверно И проигрывает вам горячий обед Плюс сердечко, отлично Я подумал, сейчас будем играть Будем шулерством заниматься Нас сейчас спалят Проткнут какой-то вилкой опять Нам это не надо К вам подходит старик и говорит Что если угадаете в какой руке сокровище То оно ваше В правой, в левой, в обеих Дед хмурится и разжимает кулаки Вы видите в каждой ладони по гнилому зубу Классное сокровище Просто тут персонаж один лучше другого Хотя я думаю в средневековье таких хватало В углу таверны несколько ребят устроили кулачные бои Вам тоже предлагают поучаствовать Выбрать сильного противника Выбрать слабого противника Отказаться Выберем слабого Мы принц крысы или как Худощавый крестьянин Молниеносно прыгает вокруг вас Собираясь нанести удар Но вдруг подскальзывается Ломает ногу и выбывает из боя Победа ваша К вам обращается меловидная работница трактира И зажав нос настойчиво просит вас умыться Про себя вы проклинаете этого пьяницу Умыться в бадье Вы промываете лицо и стираете свою рубаху Вода становится желтой А вы идеально чисты Теперь люди смотрят на вас чуть-чуть приветливее Вернуться в зал К вам подходит голый мужчина В латных сапогах И Топхельме Что бы это ни было Он бьет вас по голове своим шлемом И вы теряете сознание Лежать в отключке Вы очнулись на теплой соломе в сарае Похоже вас сюда перетащили И заботливо уложили Посмотреться Вдоль стены сидят Восемь голых паладинов Их лица закрывают шлема Похожие на кружки Несомненно вы искали именно их Клуб анонимных голых паладинов Странные паладины Ничего подобного Уважаемый господин Я сэр Орланда Хранитель ордена Кружконосцев Мы меч Щит И бочка Селем этого королевства Вы нас искали И мы явились По вашему зову Кстати реально шлем В виде пивной кружки Прикольно Попросить помощи С троллями В вас горит Праведный гнев Вернее Праведный огонь Вы хотите Искоренить зло И привнести пир На наши земли Но хватит ли сил Которые ведут вас По верному пути Давайте я просто заплачу Кажется Они принимают Только жидкое золото Собственно Пивас Эль Грок И другие алкогольные Напитки Данного заведения Вы мало что понимаете Из речей благородного паладина Впрочем Он вряд ли отступится Что это значит? Вы пройдете испытание Боли, разума и огня Если ваша воля сильна То вы достойно Выдержите уготованное вам Первое испытание Вас вывели на улицу К дорожке Из раскаленных углей Некоторые из них Периодически вспыхивают Ярким огнем Блин, я не помню Как нужно ходить По этим углям Давайте медленно пройдем Угли обжигают пятки Но это больше страшно Чем больно К середине пути Вы и вовсе привыкаете к этому Ты доказал Что твоя воля непоколебима И боль не встанет У тебя на пути Не заставит повернуть назад Надеюсь дальше легче Для второго испытания Паладины вынесли Несколько дубовых бочек Все с удовольствием Откупыривают их Что теперь? В этом испытании Вместе с братьями Вы откроете свой разум С вершениями Которые ждут вас На верном пути Твердая воля Не борется с новым Она продолжает Новое через себя Пить? Вас заставляют пить Пока ваше помутневшее сознание Не начинает рисовать Странные образы Серпантина Серпантина Теперь девушка А не кошечка Мой маленький принц Что ты делаешь? Предаешься утехам С мужественными паладинами Пока твои подданные друзья Страдают? А? Ты кто? Из Идии? Мы ее так видим Наверное Потому что у нас Образы От Помутнения А ты плохой мальчик? Хотя я люблю Плохих мальчиков Иди ко мне Я тебя обниму Утешу и поглажу В моих объятиях Тебе будет спокойно Все беды пропадут И ты будешь В безопасности Хм Подожди Странные видения Развеялись И вы пришли в себя Благородный господин Вы открыли свой разум Почувствовали Течение вселенной Сквозь вашу душу Вот да Еще как Это прекрасно Вы чувствуете это? Каждая часть этого мира Теперь ощущается на коже Кажется я перепил Великолепно Хе-хе-хе Ай Паладины Паладины Да Я чувствую Чувствую Последнее испытание Издавна этот мир Строился порядком Но вмешался хаос И разбил мир Построив Причудливые формы Так получился человек Мы строим И разрушаем Мы вносим порядок И порядок Обращается хаосом Логично Паладины Вскакивают С яростными воплями И хватают Факелы Начинается Вакханалия Из мечущихся Повсюду Паладинов Они поджигают Все что попадается Под руку Впрочем К жертвам Это не приводит Остаться в стороне Пожалуй Местные отдыхающие Как будто И не удивлены Происходящим Они спокойно Приносят ведра С водой И пытаются Тушить пожар Вы доказали Что ваш путь Верен И вам хватит сил Не сойти с него Орден Кружконосцев Пойдет за вами И разрушит Препятствия Ожидающие вас впереди Это было весело Тролли достойные Противники Братьям Ордена Где их искать Встретимся на месте Вы указываете Место Где паладины Должны будут вас ждать Договарившись Вы прощаетесь И уходите Открыты пути Таверна О вернее Закрыта таверна Открыта пещера троллей Пошли в пещеру троллей А блин Погодите Че за бред Мы же должны были Паладинов Найти Чтобы предотвратить Нападение Перед деревней И тогда бы нам Помог Кристиан Ну если нам помогут Паладины В принципе я тоже не против Как бы мы сократили И шаг Вместе с Михелем Вы добираетесь До места встречи Около логова троллей Паладины В полном составе Ожидают вашего приказа Разведать обстановку Поговорить с троллем Разведаем обстановку Один из троллей Следит за убийцей И пинает его Когда тот Перестает работать А второй Как предполагает Михель Спит в пещере До сих пор спит Он целыми днями Походу спит там А первому достается Все тумаки достаются Господи Ну это как бы Классика Работы в паре Так сказать Вспомните В школе Если кому-то давали Задания Работать в парах Один ебошит Второй Что-то там Типа делает Михель Подползает К вашему кусту И пытается Сесться рядом Подвинуться Ну что мой ученик Настал ключевой момент Нашего с тобой Обучения Тролли понимают Лишь силу И мы пойдем в бой Поэтому я дам тебе Последнее напутствие Я внемлю учитель Михель Довольно причмокивает И с важным видом Продолжает Давайте я Попробую Довольно причмокнуть Тролль Грозный противник С их силой Даже одна особь Может справиться С целым Отрядом Обученных рыцарей Но мы умнее Скоростью и силой Тролля не победить Но вот хитростью Можно Хорошо Михель Михель проверяет Тетиву И стрелы А паладины Разливают По стаканам Эль Мне очень интересно Мне очень интересно Паладины Будут пытаться Перепить тролля Или что Как они Элем Хотят его победить Произнести Воодушевляющую речь Вы испортили Тост Но все понимают Что это Ваш первый бой Что тут у нас Герцог Неизвестно Откуда Он подобрался Этого Но этот тролль Считает себя Герцогом Наравне с людьми Впрочем Для троллей Он правда Ведет себя Миролюбиво И даже не так сильно Воняет Мы чуть-чуть спойлернули Но мы бы сейчас Как бы себе И так все это открыли Говорящие железяки Решили мешать Герцогу Сейчас я вас На копья расплющу Бей его Тролль швыряет Убийцу в пещеру И несется на вас Сэр Орландо Первым достигает Тролля И тот Смачная плюха Отправляет его В полет Помочь раненому Помочь нападающим Раненому Раненый Орландо Лежит без сознания В руке Он крепко сжимает Свою флягу Облитис фляги Орландо В полуоборочном состоянии Жадно ловит Капли языком Орландо Быстро приходит Себя И как ни в чем не бывало Рвется обратно в бой Это эти Блин Не рыцарь Не рыцарь Господи Не орден паладинов А орден Свидетелей Святого Эля Не иначе Вот ты плеснул на него Эльчик И он сразу пришел в себя И все замечательно Продолжаем бой Повалив дерево Тролль Разделил вас С паладинами Теперь он хищно Смотрит на вас Как на легкую добычу Нам нужно Хитростью И скоростью брать Бежать Тролль Имитируя лошадь С легкостью догоняет вас И перерезает Путь к отступлению Тролль берет вас В руку И собирается Метнуть в сторону Заплакать Вы так жалобно Заплакали Что тролль растерялся И осторожно Поставил вас обратно Это из-за того Что я прочитал Что тролль Где он Что тролль Миролюбивый Я так сделал Я подумал Что возможно Человеческие чувства Сколыхнут в нем Какую-то Не знаю Миролюбивость Давайте про Орландо Прочтем кстати Главный кружконосец Всея королевство Потомок легендарного Бухвальда Если из-за кого-то Случится пивная засуха В мире То явно Из-за него И его паладинов Тем не менее Братья его ордена По праву Считаются Самыми сильными И яростными Воинами В королевстве Неплохо Мы так жалобно Заплакали Что тролль растерялся Оставил И осторожно Поставил нас обратно Тролль несется на таран Но его останавливает Стрела Михеля Он вытаскивает Стрелу из плеча И оглядывается В поисках стрелка Убегать Вы замечаете Михеля И бежите к нему Паладины Набрасываются На тролля И тот переключает Своё внимание на них Из пещеры Выходит второй тролль И спешит на помощь Своему сородичу О нет Михель Хватает ваше плечо И орёт вам в ухо Там на холме Прогнившее дерево А внизу камень Который будет Отличным трамплином Вовремя скинем дерево И оно влетит Прямиком в троллей Хорошая идея Тогда поспешим Пока паладины Не полегли здесь Бежать за Михелем Вы добегаете До нужного дерева И слегка Подрубаете его Вы готовитесь Столкать дерево Но если Столкнуть сейчас То дерево Упадёт только На одного тролля Но если ждать То можно и совсем Упустить этот шанс Давай сейчас Дерево скатывается По холму И падает на тролля К сожалению Второго Даже не задело Герцогиня Это жена его Ох герцог Мелкие железяки Вы что с ним сделали А ты Дурная голова Ты же герцог Надо сначала Говорить А потом Кулаками махать Что вы хотите Пещеру Так забирайте Пощадить их Да Объяснить Марграфу Почему тролли Оказались на свободе Будет сложно Искать убийцу Вы находите Убийцу в пещере Всё это время Он старательно Вышивал седло И даже не сразу Захотел прерываться Убийца Господин Как мне Благодарить вас За спасение Я вам жизнью обязан Если бы не вы То моя рука Превратилась В одну сплошную Мозоль от этого шитья Не узнаёшь меня Ты Ты принц Которого нам Заказали убить Как ты выжил Невероятно Слушай Я тебе всё расскажу Но пообещай Отпустить меня После И поверить Твоим словам Михеля Шарашина Смотрит сначала На убийцу А потом на вас Да В пекло Это всё Меня просто Бросили умирать Здесь Мне плевать Если банду Перережут Они всё равно Не знают Что я жив Я хочу выбраться Отсюда И начать Всё с чистого листа Окей Мы спросим Кто заказал меня Не знаю Со связным Встречался только Вожак И нам ничего Не рассказывал Кто главарь Альрик Тот ещё Подонок Но я его Толком не знаю Он до жути скрытный С ними И с нами Говорит только По делу У вас есть Логово? Да Давай карту Смотри Тут за замком Есть тропа Между двух Кривых сосен В конце пещера И там Логово Достаточно Я тебе всё рассказал Теперь твоя очередь Сдерживать обещания Но я ничего Не обещал Хо-хо-хо-хо-хо-хо Я же принц крыс А ты не знал С кем ты общаешься? Отвести Кристиану Отпустить И я ничего Тебе не обещал Ты меня вообще Убить пытался Михель Связывает Разгневанного Убийца Но прежде чем Увести его Кладёт вам Руку на плечо И желает Удачи Открытый пути Лагерь Убийц Так Вот он А у нас Только один путь Собственно И есть Дамы и господа Погнали Случайная встреча Дерзкий Эй ты Хочешь сыграть в игру? Победишь Дам тебе это яблоко Проиграешь Дам тебе по Хм Ничего не будет А давай Раз Два Три Бумага Подросток Поставил камень И проиграл Вы выиграли Сочное яблоко Восстановившее Ваши силы Пойдёт Лагерь Убийц Вы идёте По тропе Между двух Кривых сосен Вдалеке Замаячила Старая Хибара А дорогу Караулит Убийца Проследить Часовой Направился В сторону Лагеря И вы смогли Подобраться Поближе Часовой Присел У костра Рядом с которым Сидят Ещё двое У старой Хибары Стоящей Подальше Вы замечаете Ещё одного Убийца Ждать По стелсу Ребята По стелсу Охранника Хибары Подозвали Напарники Сидящие У костра И тот Двинулся В их сторону Пролезть В окно Проникнуть В Хибару Давайте Дверь Хибару Находится Под прямым Наблюдением Убийц Вы понимаете Что Проскочить Незамеченным Чтобы Проскочить Незамеченным Нужна Феноменальная Ловкость Позара Нет Тогда окно Небольшое Окно Находилось С неосвещенной Стороны Хибары Вы аккуратно Пролезли В него И тут же Получили Обухом Меча По затылку Альрик Что Мать твою Ты кто Такой Погоди Ка Братик Так ты Живой Зачем Ты пришёл Сюда Брат Да Ты не знал Наш батя Любил Развлекаться С крестьянками Возможно У нас Есть ещё Родственники Где Моё Кольцо У меня Сейчас я заберу Его Альрик Покачал головой Настрой у него Невраждебный С улицы Раздались вопли И Альрик Выскочил за дверь Проследить В приоткрытую Дверь У костра Лежат телоубийцы Рядом с которыми Стоит ошеломлённый Альрик Чутьё подсказывает Что вам Выйти Чутьё подсказывает Вам выйти из хибара Окей Арбалетный болт Влетает в грудь Альрика И отбрасывает Его на несколько метров К Альрику Мне кольцо нужно Прости Меня Я кольцо заберу Тебя жизнь наказала На самом деле За всё Что ты сделал Получен предмет Королевский перстень Печатка Альрик Протянул вам кольцо И отключился Рядом с вашим ухом Просвистел арбалетный болт Нелогично ли Не идти На звук выстрела Но как бы Выбора нет Поэтому На звук выстрела Дамы и господа Стрелок В маске Бросает Бросает Перезаряжать Арбалет И направляется На вас С холодным оружием Приготовиться У нас кортик есть Кстати Краем глаза Вы замечаете Хвост Серпантины В кустах Враг Отбежал от вас На почтительное расстояние Убежать Противник Догнал вас И наградил Несколькими ударами В спину Серпантина прыгнула На стрелка И вцепилась ему В голову Избавившись От кошки Тот бросился Бежать А мы за ним Убийца побежал К скале И скрылся Что Что такое Альрик Главарь убийц Совершивших На вас покушение Окей Осмотреть скалу За кусами Зияет узкая щель В скале Смастерив факел Из того что было в лагере Вы вошли внутрь Вы оказались Внутри грязной Сырой пещеры Идем направо Перед вами Узкий проход Заросший Сталактитами Прямо Вы прошли С четверть часа Перед вами Снова развилка Похоже Вы тут уже были Тогда налево Перед вами Узкий проход Заросший Сталактитами Прямо Мы тут были Налево Опять Сталактиты Прямо Что за хрень Ну направо Пошли Я не знаю Пещера То сужается То расширяется И вы идете Уже полчаса А следа убийцы Все нет Продолжать идти Вы прошли Вторую половину Часа Ваш путь Резко Прервал Расщелин Опустив Факел Вы не видите Ее дна Кинуть Факел Вниз Факел Летит Недолго Но вдруг С шипением Потух Значит там Вода А вдруг Там Глубоко А вдруг Там Какие-то Еще Вот эти Сталактиты Сталагмиты Об которые Я расшибусь Поищем Другой путь Дальше Прохода Нет Расщелина Преграждает Путь Ну Как бы Выбора Нет Дамы и господа Прыгаем Вы приземлились В воду И она Смягчила Падение Выбравшись Из воды Вы замечаете Впереди Свет Идем На свет Через Сотню метров Вы наткнулись На выход Из пещеры Перед вами Раскинулся Королевский Сад И стены Родного Замка Серьезно Смотреться Вы не Обнаружили Следов Убийцы И направились В замок Вы подошли К воротам Ведущим В сад Но караул Отсутствует И вы Беспрепятственно Входите В двор Из главного Здания Доносятся Звуки Торжества В главный Зал Открыв Дверь Главного Зала Вас Ослепляет Свет Помещения И вы Падаете Перед Толпой Бессил Над вами Маячит Почти Забытое Лицо Виктор Это Невозможно Подняться Получен Титл Лужевой Принц Придворные Обступили Вас И помогли Подняться На ноги Виктор Признал Что вы Действительно Принц Пропавший На охоте Кольцо Послужило Главным Доказательством Вашего Королевского Родства И никто Из нати Не смог Этого Оспорить Вы Вы Снова В Своем Замке Открыты Пути Коронация Что Все Игра Закончена Мне кажется Были еще Разные Развилки Мы можем Попробовать И в других Сериях Давайте Сейчас Коронацию Приведем Вы Проспали Несколько Суток И наутро Обнаружили Себя В Королевских Покоях Неожиданно Слуга Принес Вам Завтрак В постель Посмотреть Зеркало Навык Убран Шрам За вами Хорошо Ухаживали Ссадины И синяки Зажили А безобразный Шрам Теперь Не так Заметен Позавтракать Давно Вы так Вкусно Не ели Жаль Что Вашу Трапезу Прервали Слуга Ваша Светлость К вам Посетители Его Светлость Александр И Виктор Желают Вас Видеть Александра Давай Звеня Блестящими Доспехами К вам В покой Вошел Рыцарь Вы не Сразу Признали Двоюродного Брата Рад Что Ты Вернулся Братик Впрочем От члена Нашей Династии Такого Стоило Ожидать Нас Ничто Не Сможет Сломить Как-то Неискреннее Тоже Рад Вернуться Доспех Красивый Спасибо Это Подарок Матушке Осталось Только Применить Его В деле Я Тоже Рад Вернуться Хорошо Я Уже Состою В совете Поэтому Увидимся Там Мне Интересно Услышать Про Твои Приключения Ваша Светлость К вам Посетителя Давай Виктор Я Все Еще Не Могу Поверить Вы Живы Ваше Высочество Это Великое Счастье Для Всего Королевства Ближе К делу Да Да Ваше Высочество У меня Важное Дело Нужно Скорее Провести Коронацию Эта Церемония Наделит Вас Всей Полнотой Власти В которой Никто Не Усомниться Я Уже Все Подготовил Церемония Пройдет Сегодня Ну Давай Одеться На церемонию Вы Оделись По-царски Иерарх Возлагает Корону На Вашу Голову И произносит Молитву На Долгое Правление Внезапно Вам Дико Захотелось Спать Прикрыть Глаза Вы Задремали А потом Резко Проснулись Благодарить Еще Не Закончилось Иерарх Провозгласил Вас Корону Коронованный Теперь Вы Полноправный Правитель Королевства Ваше Величество Нам Следует Устроить Пир В честь Вашего Восхождения На Престол Давай Будем Праздновать Вы Объявили О пире Народ Возрадовался Этой Вести Бесплатную Еду Любят Все Ой Теперь Помимо Сердец Еще Есть Короны Плюс Корона Мой Король Теперь За каждым Вашим Решением Следит Все Королевство Берегите Лояльность Подданных Иначе Враги Воспользуются Вашей Ослабшей Репутацией Кстати О моих Врагах Пока Остальные Развлекаются На перу Вы с Виктором Обсуждаете Королевские Дела Мой Король Торек Ведет Расследование И под Подозрение Уже Попали Несколько Подданных Вы Можете Не Беспокоиться Об этом И сосредоточиться На своих Обязанностях Хочу Узнать Детали Расследования Где Торек В Оружейный Но Полагаю Он Сам Посвятит Вас Детали Когда Наберется Достаточно Улик Что У меня За Обязанности Вы Должны Заботиться О Жителях Королевства Не Забывайте Посещать Аудиенцию Чтобы Отвечать На Их Просьбы Прошу Прощения Уже Поздно Я Должен Вернуться К Своим Обязанностям Отправиться На Трапезу Вам Накрыли Большой Стол И Приготовили Ваши Самые Любимые Блюда Когда Вам Принесли Очередной Деликатес Вы Вспомнили Как Тяжело Жилось В лесах И Полях Королевства От Этих Мыслей Вам Стало Грустно Выйти Прогуляться Вечер Закончился Без Приключений А наутро Вас Загрузили Королевскими Обязанностями Блин Сохраняшка Где-то Будет Дамы И Господа Ваше Величество В замок Пожаловали Послы Южан Надо Бно Их Принять Пускай Заходят В зал Входит Сергио С небольшой Делегацией Южан Сергио Ваше Величество Поздравляю С вхождением На престол Я пришел Издалека И по Очень важному Делу И Что за Дело Как Вам Редкость Причиной Этому Восточные Земли Которые Раньше Принадлежали Нам Ближе К делу Сергио Немного Разозлился Ваш Отец Эйнхард Подло Отобрал Эти Земли У нас И Что Сами Виноваты Какие Еще Земли Сергио Развернул Перед Вами Карту И указал На Восточный Марк Его Палец Очертил Двор Абатура Крепость Долини И деревню Берг И Что Вы Должны Поступить Мудро И Вернуть Нам Эти Земли Я Подумаю Хорошо Но Мы Еще Вернемся Закончить Аудиенцию Я Не Собираюсь Ему Ничего Возвращать Пошел В Пень Ты Проиграл Это В честной Войне Моему Отцу Я Тебе Не Буду Ничего Возвращать До Свидания Делегация Южан Покинула Зал И У Вас Наконец Появилось Свободное Время Так Открыта Казарма Статуя Эйнхарда И Сохраняшка Была То есть Тут Цель Игры Не Только Вернуться В замок И Корону Получить А тут И дальше Сюжетка Это Очень Даже Неплохо Дамы И Господа Продолжим В следующем Эпизоде Я буду Постараюсь Я Снять Заклятие С Серпантины Мне кажется Что она Все таки Человек И мы Должны Помочь Она Нам Очень Помогала И Она Достойна Того Чтоб Вернуться В свое Прежнее Обличие Посмотрим Сможем Ли мы Это Устроить Ну а На сегодня Все Я благодарю Вас За то Что вы Посмотрели Эту серию Подписывайтесь На канал Подписывайтесь Также На телеграм Канал И группу Вконтакте Ссылки На которые Вы найдете В описании Под роликом Ставьте Лайки Комментируйте Увидимся С вами В следующем Эпизоде Прохождения Чойсов Life Middle Ages 2 И в других Играх Всех Обнял